Рак легких самые различные, но есть одна самое главное курение Причины достоверно это наиболее, скажем, такая патология среди онкологических заболеваний, где достоверно установлена привязка к факторам окружающей среды то есть это загрязнение воздуха какие-то активные вещества находящиеся вокруг нас и одним из наиболее важнейших факторов причин развития рака является курение статистически достоверно доказано что шансов заболеть раком легкого у курящих в 23 раза больше чем у некурящих Вылечить рак легких щадящими для организма способами можно только при раннем выявлении заболевания однако чаще всего люди обращаются на последней стадии развития раковых клеток в этом случае самым действенным способом лечения может быть лишь хирургическое умешательство и длительный период восстановления Результаты значит если мы болезнь застаем в первой-второй стадии то из лечения ну у нас это есть такой показатель пятилетняя выживаемость на который мы ориентируемся он достигает где-то 70-80% значит при второй стадии это уже где-то 50-60% при третьей около 20% ну соответственно при четвертой стадии уже практически равен нулю выявить такое заболевание можно посредством флюорографии и специальных анализов поэтому необходимо ежегодно проходить обследование при этом лучше всего избавляться от курения тут надо сказать значит рак легкого подразделяется на две такие большие группы по форме роста это периферический рак и центральный рак периферический рак легкого это опухоль развивается в паренхемии легкого она не связана с бронхами центральный рак развивается в бронхи это бронхи Начиная от долевых до, как идет деление, трахея делится на два главных бронха. В каждом легком главные бронхи делятся на долевые, затем на сегментарные и субсегментарные. Вот опухоль, расположенная от главного до субсегментарного бронха, это называется центральным раком. Центральный рак можно диагностировать в основном эндоскопически, то есть при выполнении фибробронхоскопии. Периферический рак, чтобы выявить рана, ну это единственный у нас метод сейчас флюорографии. То есть или при рентгеновском исследовании, в основном периферические раки выявляются так. Но соотношение между центральными и периферическими раками следующее, значит где-то 70% из всего рака легкого это центральные и около 30% периферические. Если у вас начали развиваться хронические заболевания легких, пневмонии, кашель с мокротой или температуры, то нужно обращаться не только к врачу-терапевту, но и к онкологу, поскольку симптомы схожи. Чтобы получить точный диагноз, нужно пройти эндоскопические исследования, поэтому лучше всего бросить курить. Тем более с 1 июля этого года начнет действовать закон, который запрещает курение в общественных местах. Я думаю, что принудительными методами еще никогда не удавалось заставить человека что-то бросить. Как вы помните, у нас был закон о алкоголизме, о борьбе с алкоголем. Человек должен сам созреть для этого решения. Но этот закон, я считаю, необходим, так как он в большей степени направлен не на курящих, а на защиту прав тех, кто не курит. То есть, чтобы эти люди не страдали от дыма, ну и в общем-то в общественных местах, в транспорте, на работе. То есть закон, я считаю, этот необходим. Ну а чтобы люди действительно бросали курить, тут нужно больше проводить просветительную работу. Именно с хорошей демонстрацией этих осложнений. Чтобы вы смогли прожить дольше и с чистыми легкими, лучше всего пробовать отказаться от этой пагубной привычки. Если самостоятельно не получается, можно обратиться в специальный центр по борьбе с табачной зависимостью. Дышите полной грудью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова